здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях поговорить о театре об искусстве о том что волнует сегодня многих потому что как вы известно в той фразе хлеба и зрелищ отчасти зрелищ мы поговорим с художественным руководителем театра ветер перемен что при центральной библиотеке имени есенина городского округа люберцы наталья королева и помощник режиссера этого театра театра ветер перемен юлия ловцова ну и конечно же актриса то есть режиссер вместе с актрисой пришел но и сразу же мы понимаем что сегодня уже мы находимся в весеннем таком состоянии весна плавно перейдет в лето осенью планируется так понимаю глобальные у нас там мероприятия посвящены 400 лет и люберец вот но они как бы течение всего года будут идти и наверняка помимо всего этого у вас как в любом театре должна быть премьера конечно есть обязательно раз раза в год премьеры это стабильно наш театр выпускает минимум две премьеры в год а это премьера намного прям для нас особо особенно и потому что эта премьера 3 плюс для самых маленьких наших зрителей по сказке бултых или приключений в подводном царстве у нас будет премьера детской интерактивной сказки очень интересная очень задорной веселой яркой со спецэффектами с участием детей раз она интерактив конечно мы приглашаем деток до 26 марта в 12 часов библиотеки есенина состоится наш замечательный спектакль достаточно интересный можно будет сфотографироваться с артистами можно будет посидеть на троне самого царя бултыха можно будет потрогать пальчиками кораллы или половить серебряных рыбок работа прямо до развода активно работают а вот вы сказали две премьеры это такое обязательное условие или как-то можно ну где-то сказать принесем на следующий год было бы больше если бы наверное у нас была в технической возможности время на самом деле мы маленький театр нас мало места зале и соответственно зритель который приходит до камерный театр совершенно верно и зритель который приходит к нам и увидел уже например чехова 6 раз или там цвета его он увидел там 6 раз естественно уже хочет увидеть что-то новое поэтому естественно мы ставим следующие следующие спектакли в прошлом году была был премьерный спектакль уже по моей пьесе И всё-таки я решилась, я, помимо всего, являюсь ещё драматургом, но своей пьесой не решалась до этого ставить. То есть режиссёр как-то считала, что пока не надо, да? Страшно, очень страшно. Это же своё, это же родное, а вдруг обругают. Слава богу, не обругали, артистам понравилось. Это пьеса «Белый шум». Это три мини-пьесы, три мини-монолога о жизни, о любви, естественно. Как же без неё, как раз и все они. И в марте он, кстати, тоже будет у нас в репертуаре. То есть взрослая, так скажем? Это взрослая, да. Ну вот давайте мы Юлю тоже будем подключать. Бедные актёры, как всегда, сначала должен режиссёр сказать своё слово, ну а потом уже и актриса войдёт. А вы участвуете в этом вот три плюс спектакле? Да, конечно. И кого вы там играете? Небесловесную медузу. Медуза, а-а-а! Медуза ж, они разные есть. Есть там медуза Гаргона, есть просто медуза. Есть медуза, которая жалит, есть медуза, которая не жалит. Вы какая медуза? Ну, немножко по характеру Гаргона, а так первый советник царя Бултыха. А, понятно. Вот скажем так. Немножко нянечка для его дочери. То есть он опирается на ваши советы. А, вы ещё и дочка её. Нет, не я дочка. Я скорее чуть-чуть пытаюсь воспитывать его дочери. А, то есть я помню. То есть такая няня-дочерь ещё в такой степени. А, понятно. Ну вот скажите, пожалуйста, ведь дети, это же самая такая публика. Ну ладно, режиссёр там задумал, тем более в режиссёре драматург ещё живёт. Ему кажется, вот это будет так, так, я уже всё вижу и так далее. И как правило, режиссёр получает удовлетворение от того. Но мы же с вами знаем, когда идёт репетиция, нам кажется, что вот здесь будут обязательно плакать, а вот здесь обязательно будут аплодисменты. Мало того, очень часто на репетиции действительно приходят там со стороны, например, люди и видят. Вдруг во время премьеры в этом месте, почему-то, а происходит в другом месте. Вот как вы реагируете на премьерный спектакль? Мандраж есть, что что-то пошло не так? Вы знаете, я не знаю, это, наверное, будет маленький секрет открыт. Да. Мне кажется, нет ни одного спектакля, где всё бы пошло так. Поэтому мандраж есть всегда, конечно, да. Но, наверное, помогает, актёр должен держать себя в таком состоянии, вот некой такой вот, да, потому что если он будет как настоящая медуза, да, скажем так, вот, только плыть по течению, то, наверное, будет совсем другая история. Ну вот, вам следующий вопрос, Наталья, к вам. Взрослый белый шум, мы ещё вернёмся к этой премьере, расскажите, тем более вы и автор, но дети же – это такая особая публика, их же ж ты не обманешь, их не проведёшь, их надо так заинтересовать. Вот вы когда начинали работать над этим спектаклем, что вы в основу вкладывали вообще? Чем завлечь? Вот этой интерактивностью? Не только. Интерактивность – это скорее приспособление, это некий технический приём, который используется исключительно, потому что дети совсем маленькие, и изначально эта сказка должна была быть новогодний интерактив, но так получилось, что она является вот только сейчас, по весне у нас. Весенний будет интерактив. Весенний интерактив у нас будет. На самом деле основной задачей было формирование привычки у ребёнка необходимости читать, читать обычные книги. То есть тема у нас всё-таки не просто чтение книг, как бумажные книги, а тема получения знаний, тема интересоваться жизнью, интересоваться пространством вокруг себя, тема, возможно, даже от отцов и детей, потому что очень сложное отношение Бултыха с дочкой. Она очень избалована. Медуза как раз, как ни странно, такая язвительная натура, а учит она девочку хорошему, и Бултыха она тоже учит хорошему. Не совсем. Ну, скажем так, как бы это сказать? Мудрая она. Да, мудрая, они не всегда добрые. Да. У тебя так, всё правильно, всё правильно. Строгая и мудрая она, да. Ну, к ним попадает человек не из их окружения, и, в общем-то, вылезают наружу все их минусы, все их очень страшные какие-то черты характера. И в итоге выясняется, что, оказывается, кровь-то холодная, а сердце оказалось горячо. Вот, ну как и должно быть, да? Ну, вот, Юль, режиссёра спросил, теперь примерно тот же вопрос к вам. Режиссёр, он же, ну, спланировал, она в данном случае, да? Вот, всё как бы, и рано или поздно она может сказать, мы вот всё сделали, а вы сделали не так. Почему? Потому что имеют на это право. Вот, но если говорить более серьёзно, то дети, они же будут смотреть вашу работу. Вот, и дети реагируют, тем более, 3+, это, получается, можно даже 4-летнего привести, да? А они же могут так не сядут, могут как-то шуметь, греметь, могут мешать немножко произведению. Как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, дело в том, что маленькие дети, они, если увлечены, то они всё-таки внимательно смотрят. Ну, это вот по опыту такому. Как, кстати, взрослые дяди и тёти, если увлечены в театре, да, то они тоже... То они даже не кашляют, да. Конечно, мне кажется, я сейчас, может быть, не совсем на ваш вопрос буду отвечать, но мне кажется, на данный момент самые сложные зрители, ну, самые интересные для артиста, чтобы вот проверить свою работу, это даже не маленькие детки, а подростки. Вот тут намного интереснее, потому что увлечь подростка сейчас, отвлечь его от гаджета. Дорого стоит. Да, потому что в 3 года, в 4, в 5, да, ребёнок ещё очень искренен, очень подвижен именно эмоционально, да, и если его что-то удивляет, то он удивляется. Если его восхищает или радует, то он ещё не играет. Да, искренне проявляет эту эмоцию, и он заинтересовывается этой эмоцией, увлекается. Кстати, вот Юля, да, вот вы просите, что я просто тоже как бы в тему. А вы поднимаете сейчас очень важную тему для подростков, потому что, мне кажется, именно подростковый возраст это вообще и есть актёр. Потому что, когда вдруг начинается, я буду молчуном, а я буду, значит, заводилой, а я буду так ходить, а у меня будут все зелёные волосы, а у меня серёжечка будет, а я буду такая. Я на самом деле не такая, но я вот буду такая. И вот тут, наверное, уже зная актёрские и режиссёрские подкаты, скажем так, можно попытаться их немножечко заинтересовать. Я не прав или прав? Юля? Ну, вы знаете, у подростков это есть. Я сама мама подростка. Поэтому я это вижу каждый день. Каждый день маленький театрик у себя дома. Мне хватает театра. У меня есть и постарше, и помладше. Поэтому дело в том, что у подростков это не всегда осознанно. То есть вот это вот желание выглядеть, желание выделиться, оно не всегда осознанно ведёт к каким-то результатам. А у актёра это скорее должно быть осознанно. Это осознанный путь, который проходит от чтения пьесы до сцены, до зрителя. И тут тогда мы опять режиссёру возвращаем наш разговор. А когда начиналась читка пьесы, тем более 3+, это опять же возраст такой довольно глобальный. Дело в том, что я когда-то поймал себя на мысль, что был период, ну, в детстве, естественно, когда мультики смотришь или там фильм, сказка. Они тоже были разные. Были совсем детского. Были такие уже с современными музыкальными и так далее. Потом наступает момент, когда ты этого всего не хочешь смотреть. Ну, как бы тебя уже... Ты чувствуешь, что ты повзрослел и так далее. Причём, ну, вот возраст примерно такой. А потом, спустя какое-то количество лет, ты даже эти же сказки можешь пересматривать или эти не с ностальгией, а с каким-то другим уже пониманием того. Я к чему просто веду? Какую цель вы ставите вот этого произведения, помимо прочтения книг? Визуализации какой-то, чтобы как-то немножечко вот к ним вернулась эта непосредственность малышей совсем практически. Детский болтых? Да. Здесь всё очень просто. Я выросла на сказках Роу. Да. Я выросла на сказках Шварца. Превосходно знаю просто все эти сказки. Вы решили соединить их? Не просто соединить. Моя самая большая печаль и тоска на сегодняшний день, что сегодня очень мало ставят добрых, светлых сказок. Потому что у нас был замечательный спектакль Морозка Вольпина Эрмана. Причём это был мой дипломный спектакль, который игрался и на Тверской, и в 14 центре Москвы, и в нашей картиной галереи, где только мы его не играли. Шикарный. 18 человек играло одновременно на сцене. От детей до стариков. Это было золотое, наверное, время ветра перемен, возможно. И дело в том, что меня один раз даже обругали за этот спектакль, что вдруг у меня дети почти заплакали на сцене, когда замёрзла Настенька. А я вот считаю, что да, детям иногда нужно взгрустнуть, зато с каким потом интересом, с каким ажиотажем они... Так ради этого же делалось. Да, чтобы ребёнок... Это, конечно, чуть постарше детки, это старше шести лет, младше они не понимают, им просто интересно, как там Иван прыгает-бегает, как он старушку на себе таскает. Да, всё это, конечно, интересно. А так для меня самая большая задача... Да, это вызвать положительные, правильные эмоции, правильные чувства, потому что я являюсь ещё и педагогом и работаю с детьми от трёх с половиной лет. И у меня ещё одно образование, я логопед просто. Поэтому... И вижу, что детки, к сожалению, с трёх лет очень часто просто уже приучены гаджетам, приучены только пальчиком водить по мониторчику. Отключаются от человеческой составляющей. Эмпатии у них очень мало. И когда мне заявляют, что спектакль должен ребёнка только развлекать, я всегда привожу в пример замечательные сказки, которые были в нашем детстве, и как-то нам некогда было скучать. Мы переживали. Согласен. А во второй части продолжим уже разговор ещё о том, что можно будет увидеть, кроме премьер в этом театре. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии художественный руководитель театра «Ветер перемен» при Центральной библиотеке имени Есенина городского округа Люберцы Наталья Королёва и помощник режиссёра и актриса этого театра Юлия Ловцова. Юлия, сейчас вопрос к вам. В театре как роль-то расписывается? Драка за ролью идёт или как режиссёр скажет, так и будет? Ну, у нас как режиссёр скажет, так и будет. Ну, а если я не хочу играть «Медузу»? Такое может быть? Я что-то такого не встречала. Очередь на второй состав встречала. А, вот тоже так? А вот чтобы не хочу, я такое не знаю. Так что у нас режиссёр видит, смотрит. И на самом деле, ну, я с первых дней доверяю, и я вижу, что, в общем, это доверие не зря. Потому что Наталья Вячеславовна у нас, она видит действительно... Я вижу. Да, она видит кому, что можно, да, кто будет хорош, кто что-то может сделать, кто что-то будет очень напрягаться, чтобы сделать. Ну, конечно, то есть характеристики, так сказать, технические данные, тут никуда не денешься от этого. Да, потому что мы сами себя не всегда же видим. Конечно. А режиссёр со стороны, это как бы его, наверное, обязанность. То есть обид никаких нет. В театре же должны быть какие-то сплетни, интриги, какие-то должны быть, какие-то шпильки. Ну, что-то же должно такое быть. У нас же камерный текст. Камерный текст. Если шпильки, то они все на виду, вы знаете. Я понял, не до этого. Наталья, скажите, вот в первой части прозвучал интересный такой момент, вы правильно, на мой взгляд, сказали, я тоже такой приверженец, что сегодня заказ на время развлечений. То есть как бы ещё развлечь так, чтобы не просто интерактив, а ещё чтобы фонтан заиграл прямо здесь, чтобы никого не обрызгал, но при этом был фонтан. Но это все забывают, что есть и у телевидения, у кино, у театра, на мой взгляд, как бы есть, ну, три, две, наверное, всё-таки основных функции. Это развлечение и некое образование. Ну, как бы направление на что-то. Кафедра, с которой много можно сказать, миру добра. Конечно. Ну, кстати, при желании можно сказать что-то не очень хорошее, но всё равно, да, может быть, это уже чёрное и белое, но всё равно, сейчас всё равно почему-то вот это вот слово «всё равно» оно куда-то исчезает, и всё превращается в одну сплошную развлекуху. Вот я так скажу, прямо вы видите свою миссию именно в какой-то образовательной составляющей, да? Ну, нас так учили, у меня вариантов нет. Меня так учили везде. Я вообще учусь режиссуре. Страшно сказать. Я в пятом классе первый спектакль поставила, в школе написала сценарий, поставила. Кстати, это тоже был Морозко, но другой сценарий. Не Вольпин, а свой написала по сказке, инсценировку. В первом классе я написала первый рассказ. То есть эта история началась, в общем-то, достаточно давно. И с 14 лет я уже знала, что буду заниматься режиссурой. Я уже штудировала Чехова, Михаила, естественно, и Станиславского, Немировича. А вы по какой школе-то работаете? Или вы сочленяете две? Вы знаете, я очень всегда пугаюсь этого вопроса, потому что очень сложно работать по какой-то конкретной школе, когда... Ну, Севченко, обычно я по школе Михаила Чехова, а я про Станиславского. А я профессионал. Да. Поэтому каждому актёру нужен ключик, каждой физиологии, каждой психике, каждому социальному статусу тоже есть свой ключик, потому что приходят разные артисты, приходят и с коронами на головах, и приходят, наоборот, зажатые. То есть кому-то нужно корону надеть на голову, а кому-то снять. А кого-то не трогать, он сам раскроется. Такое тоже бывает. Это я про взрослых, конечно. С детьми проще. Они ещё не испорчены. Вот, видите, Юля, ещё не испорчены. У меня тогда вопрос такой. Вот сейчас, вы говорите, будет драматургический спектакль, ну, по вашей уже драматургической работе. Уже как-то прошли, да, читки, Юля? У нас уже была премьера. А уже премьера. А что это за спектакль? Что там вы, как актриса, скажете нам про него? Это про... Про что? Про нашу жизнь, про наши чувства. Это же всё прямо так удивительно. Что она скажет, интересно. Про то, как мы много говорим, и мало боимся проявлять своих чувств. Вот то же самое. Это про чувства, да. То, что я и говорю. Да, это очень правильная находка. А вы кого там... Как, кстати, проходит этот спектакль? Как он идёт? Три мини-монолога. Просто три мини-монолога, трёх людей, да, с копи-эндом. Ты же актёр, надо работать, надо же монолог как минимум выучить, не забыть в самый лучший момент. А длинные монологи? Там больше игровая часть. Сложнее игровая часть. Намного сложнее. Забыл что-нибудь кусочек, отыграл в быстреньких режиссёр в ламошке. Нет, нет. Ох, нет. Всё заодно цепляется. Задумайтесь. Не всё так сейчас плохо. Мы уже не ходим с вёдрами и не подставляем их под капающий потолок. Большинство, конечно, есть, к сожалению, ситуации, когда такое... И сегодня, да. Но всё-таки качество жизни намного выше. Мы с той же целью ставили... У нас был первый учебный спектакль по Михаилу Зощенко. Рассказы. Когда вот эти самые... Как из того канопе, и когда это развёл Белила, и когда подростки сидели в ужасе и в шоке от того, что, собственно, как жили люди. Они не поверили, что люди так жили. Да, невозможно. Юлия Владимировна там играла мужскую роль. Причём, я открою небольшой секрет, Юлия Владимировна у нас многодетная мама, и вся её семья, в принципе, играет у нас в театре. А, то есть это уже династия театральная. Это династия театральная. Убе дочки играют. Вот сейчас Дмитрий закончит, немножко подрастёт. Ну, он тоже играл. Это хорошо. И она играла тогда очень неожиданную для себя роль. Вообще, первая роль более-менее адекватная у неё в белом шуме. А так она всё время каких-то мартышек там всяких. Нет, ну, знаете, как бы такая жизнь, да. Юля, а скажите, пожалуйста, раз нам режиссёр тайну приоткрыла, ну, ладно вы в театр, а зачем детей-то тянуть? Они же, наверное, отбивались из последних сил. Ой, вы знаете, дети, им деваться некуда. Чтобы маму видеть хотя бы, да? Да, ну, не столько. Но, во-первых, дети у меня старшие уже закончили школу хореографии, вы знаете, у нас в Либрецком ДК, да. А младший учится пока, поэтому у него времени меньше значительно. И, в общем, дети в том числе и свои умения употребляли уже в сценических постановках. У меня танцуют, может быть, ну, давай, да. И понеслось, да? Совсем так. Вы знаете, у нас замечательная была работа. Валерия Алексеевна, соответственно, дочка старшая, играла, например, у меня Исидору Дункан. Играла потрясающе. Это ей было сколько, 15 всего? Совсем молоденькая, совсем девочка. И мы выезжали в Константиново на фестиваль, очень серьёзный. Вот тот образ во мне не угас, именно памяти Есенина. И она там потрясающе эту роль сделала. Она прям схватила именно вот эту пластику Исидоры, конечно. Мы не можем судить прям, была ли эта копия, но она настолько органично вбилась в спектакль, что это скорее немножко по-другому. Я пыталась просто под знание, умение и навыки, а так, в принципе, девчонки просто талантливые. Здесь даже дело не в этом. Замечательная липочка в Островском. Вот сейчас мы готовим тоже маму с дочкой, они будут у меня ругаться там. В принципе, ничего нового. Чтобы дома не ругались, да? Да, пусть отрываются. Дом тренируемся. Скажите, а вот всё равно же существует какая-то актёрская, ну, как сказать, ревность, я уж не знаю. Вот у вас бывает иногда, что вы забываете, что это дочь? Или не бывает? Ну, к дочерям нет, поскольку мы всё... Ну, на сцене-то надо забыть же. Если я был режиссёром вашего спектакля, я бы требовал, чтобы вы забыли, что это ваша дочь. Ну, как... Вот вы ругаться будете как? Ругаться будем как по роли. Как по пьесе. Как Островский написал, как режиссёр. Как режиссёр. Тем более, что он, наверное, недалеко от нас-то написал. То есть мы всегда где-то можем... Тогда ещё вопрос режиссёру. Вот выступает, неважно сейчас уже, да, актриса, актёр. Говорю, вот вы видите, что вот просто идеально. Вот какие у вас ещё... Такой был вообще? Нет? Ну, хорошо, очень близко, хорошо. Что вы как? Подходите, говорите. Ну, сегодня было ничего. Или вообще ничего не говорите. Иногда бывает, что ничего не говорит, но и хорошо. Вот это кино, вот я иногда снимаюсь, когда ты роль второго плана играешь. Часто даже режиссёр даже с тобой не общается, а общается какой-нибудь там второй или третий режиссёр. А тебе, как актёру профессиональному, хочется, чтобы тебе сказали, ну, на ошибки указали, да, или... Всё-всё, всего доброго, до свидания, например. Ну, или иногда там где-то издалека кто-то кричит. Надо немножко там подать чего-то. Вот понимаете, да, вот этот контакт, и вдруг вы понимаете, что это вот получилось. Вы хвалите актёров? Вопрос был долгий. Актёров надо любить. Это как? Вот по-настоящему любить, иначе ничего не получится. Потому что если ты любишь ребёнка, ты не дашь ему побежать под машину. Если ты любишь ребёнка, ты не дашь ему схватиться за горячий чайник. Если ты любишь ребёнка, ты лучше сам его ударишь, но ты не дашь случиться катастрофе. Да, если ты любишь ребёнка, ты не будешь каждый раз бежать к нему из-за каждого падения. Потому что он должен учиться вставать, он должен учиться ходить, он должен учиться бегать, прыгать на одной ножке. Примерно та же история. Хороший начало для спектакля. Прям этот монолог. Возможно. Дело всё в том, что если... Это классика режиссуры. Не я это придумала, это Георгий Александрович Товстоногов ещё писал об этом. И очень много писал. Об этом писали и Фросс, и Любимов, и все. Они, правда, по-своему, своеобразно любили. Как, например, сейчас Левитин говорит, что он очень любит своих актёров. Я была у него на репетиции, я бы не смогла с ним работать, потому что артисты на грани иногда нервного срыва. При том, что они тоже его безумерно любят, и они его доверяют. У нас вообще два правила в театре. Это режиссёр всегда прав, пункт первый. И если режиссёр не прав, пункт второй. Смотри, пункт первый. Ну, понятно. Вот с этого можно было и начать сегодня. Ну, любить надо их. То есть нужно допускать ошибки, нужно дать им возможность ошибиться. Иногда кому-то нужно самим выровняться, кому-то нужно прикрикнуть. Порой на репетиции Островского или Чехова, например, из зала летит фраза «Ты тушканчик». «Теперь ты тушканчик, ты не артист романа, ты вот сейчас тушканчик». И тут же артист перестраивается. Ключики, всё вопрос к ключикам. То же самое. Финал. Уже точно финал. Скажите, пожалуйста, что в этом сезоне вообще ещё будут ждать? На что можно будет увидеть? Вы говорите, что людей у вас много, имею в виду, в театре и так далее. Над чем ещё будут эти работы? Или, может быть, какая-то будет фестивали, может быть, какие-то? В фестивали, да. У нас сейчас фестивальная неделя. Март – это всегда фестивальная месяц, естественно. Сейчас мы упор делаем на это. Мы каждый год ездим на «Люди и маски» в театр «Кукол Радуга». Мы ездили много раз в этот мир Калужской области, в Рязани. В общем, куда-то мы всё таскаемся, таскаемся. И одно из наших следующих направлений – это «Люберецкие чтения», это концертные программы, в которые мы приглашаем поэтов, художников, писателей. В частности, городского округа Люберца, но бывают и пришлые. И, в общем-то, мы делаем с ними совместные проекты. То есть наша задача – современных авторов подтянуть таким образом, например, в спектакле «Белый шум» у нас уже официальное право от Сергея Дворского, от знаменитого Борода на использование его песни. Действительно, эта песня легла на спектакль идеально. – Видите, как хорошо. – Да, мы этим очень гордимся. Сергей с удовольствием предоставил нам право. Песня очень старая, казалось, поэтому проблем с этим не было. И также мы сейчас работаем в направлении… Мы очень тесно сотрудничаем с Радио Люберецкого региона. У нас есть радиоспектакль по мотивам пьесы «Часы с кукушкой» Филатова. Называется «Нежданный гость». На наших ресурсах это есть. И сейчас мы хотим записывать ещё три спектакля в аудиоверсии, потому что нам это интересно. – Но это пользуется сейчас популярностью. – И это пользуется спросом, это пользуется популярностью. – Аудиотеатральный подкаст. – Да, поэтому у нас ещё есть направление. Мы каждую неделю проводим бесплатные занятия по актёрскому мастерству, по сценической речи, по сценической пластике. Это и Волковская 5А, Центральная библиотека Есенина и Пушкина, 55 Томилина, и Пионерская 20 Томилина. – Это куда приходить нужно. – Да, это куда приходить. Адреса наши. Вся информация есть, естественно, на наших ресурсах. – Хорошо, спасибо. Вот видите, как здорово. Мы всё обсудили. И спектакль премьера, даже два спектакля обсудили. И обсудили всё, что у вас планируется, и всё, что проходит сейчас. Спасибо вам большое. Художественный руководитель театра «Ветер перемен» при Центральной библиотеке имени Есенина Наталья Королёва и помощник режиссёра Юлия Ловцова, актриса этого театра, были гостями нашей сегодняшней программы. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пеменко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова